Следующий вопрос. В рамках какого объема разрешена сделка Аль-Арая? Можно ли покупать 100 уасхов, 200 уасхов или всю плантацию так скупить? Или есть какой-то определенный ограничительный объем? Говорит, во-первых, нет никакого разногласия, которое было бы нам известно, в том, что запрещена рая в объеме больше, чем 5 уасхов. Это запрещено единогласно. То есть человек бедный приходит, говорит, у меня есть сухие финики, дай мне свои свежие финики. Я тебе дам сухие, ты мне дай свежие. Сколько тебе надо? Говорит, 10 уасхов. Разрешено или нет? Не разрешено. Говорит, ибн Кудама без разногласия. Больше 5 уасхов запрещено. Далее, уатаджуз фима дуна хам сати аусх бигайрихидав брейнан каилина биджавазиха. Говорит, и разрешено арая в рамках меньше, чем 5 уасхов. Также без разногласий среди тех, которые вообще разрешают арая. Кого этим самым ибн Кудама измучает? Абу Ханифу нам. То, что он вообще не разрешает своей основе. Говорит, в этом тоже нет разногласий. А что касается 5 уасхов, то вот в этом уже есть разногласия. Значит, в этом вопросе у нас сколько получилось? 2 единогласия, 1 разногласия. Говорит, сделка арая, ария, больше, чем 5 уасхов запрещено единогласно. Единогласия. Меньше, чем 5 уасхов разрешено единогласно. А что касается 5 уасхов, то относительно этого есть разногласия. Можно ли в качестве 5 уасхов или нет? Брат, к чему возвращается разногласия? Смотри, разногласия возвращается к хадису кого? Абу Уррэре. В хадисе Абу Уррэре сказано, фи маду на хам сати аусу, ау фи хам сати аусу. Пророк разрешил арая в том, что меньше, чем 5 уасхов или в том, что 5 уасхов. То есть сомнение или не сомнение? Произошло сомнение от передатчика хадиса. Пророк разрешил арая в объеме 5 уасхов или в объеме меньше, чем 5 уасхов? Теперь смотри, пришли две стороны, которые разногласия в этом вопросе. Какая их аргументация? Первая сторона говорит, нельзя в объеме 5 уасхов. Почему нельзя в объеме 5 уасхов? Потому что у нас пришел общий запрет на музабана. И арая в своей основе тоже является музабаном. Поэтому мы можем разрешить из него только то, что разрешил пророк салаллаху ассаляма как бельятин на основании уверенности. Мы как минимум уверены в том, что пророк салаллаху ассалям разрешил арая меньше, чем 5 уасхов. Что касается 5 уасхов разрешил или нет, передатчик сомневается. Поэтому мы это не можем разрешить. Понятно или нет? А вторые приходят и говорят, арая в своем виде разрешена в общем. Поэтому мы можем взять максимально из того, в чем сомневается, передача. Говорит, разрешил меньше 5 уасхов или 5 уасхов, не помню. Говорят, поэтому 5 уасхов является разрешенным. Это аргументация двух сторон в этом вопросе. Так вот, говорит Ибн Кудама, а что касается 5 уасхов, то в этом, говорит, есть разногласия. Первое мнение в этом вопросе это мнение кого? Имама Ахмада, который сказал, что это запрещено. 5 уасхов запрещено. Только меньше, чем 5 уасхов. И это мнение также Ибн Мунзира. И это мнение Ибн Мунзира в одном из двух мнений от него. Теперь второе мнение в этом вопросе, которое принадлежало Имама Малюба, также Ибн Мунзира, во втором мнении от него. Яжуз, что это является разрешенным. Говорит Ибн Кудама, и это второе мнение передавал Исмаил. Ибн Саид также от имама Ахмада. Потому что в хадисе Зайда Ибн Сабита, а также Сагля, то есть Сагля Ибн Абихасма, и хадис Сагля Ибн Абихасма приходит у Бухари и Муслима. И смысл его хадиса такой же, как хадис Зайда Ибн Сабита, который у нас под номером 833. Сказали, Рахаса Фил Ария Мутлака. В этих двух хадисах Зайда Ибн Сабита и кого? И Сагля Ибн Абихасма пришло разрешение на Ария в общем. Не ограничено никаким ограничением. Усвоили? Смотри, что у нас получилось. Еще раз повторимся. Привернцы первого мнения, которые говорят, что запрещено Арая в объеме пяти уасков, сказали, почему, какая у них аргументация, потому что сказали, что Арая это вид Музабаны, а Пророк Саил Аллаху Запретил Музабану общим запретом. Потом сделал исключение относительно Арая. Сказал, что Арая разрешено. Сколько разрешено? Говорит переданчик, сомневается. Пять уасков или меньше пяти уасков? Мы, говорит, остаемся на общем запрете, что Арая разрешена только в тех рамках, в которых разрешил Пророк Саил Аллаху Запретил Музабану. А все, что выше этих рамок, подходит под общий запрет. Понятно ли мне? Теперь смотрим, в чем разрешил Пророк Саил Аллаху Запретил Музабану. Есть сомнения? Пять уасков или меньше, чем пять уасков? Мы, говорит, не можем браться за сомнительное. Мы должны ограничить тем, в чем мы уверены. Меньше, чем пять уасков, Пророк Саил Аллаху Запретил Музабану разрешил точно. Все, мы на этом ограничиваемся. А то, что больше, чем это, а это уже пять уасков, относительно этого, говорит, есть сомнения. И мы боимся, что это входит под общий запрет. Поэтому мы это не разрешаем. Это первая аргументация. Или аргументация привержится первым мнением. А те, которые говорят, что это разрешено, это привержится второго мнения. Те, которые говорят, что разрешено Арая в объеме пять уасков, Как они аргументируют? Они аргументируют это тем, что в хадисе Заида ибн Сабита и в хадисе Сагрия ибн Абихасма просто пришло, пророк разрешил Ария, все, мутлакан, не сказано 5 восхов, меньше 5 восхов, больше 5 восхов и тому подобное. То есть они как бы хотят сказать, что пророк исключил из общего запрета на Амузабану Ария, мутлакан, общим исключением и сделал его общим разрешением. Поэтому когда уже в хадисе Абу-Хариры приходят 5 восхов или меньше чем 5 восхов, мы беремся за максимальное. Потому что ведь в общем у нас пришло постановление, что Ария разрешена. Говорит далее. Потом в хадисе Абу-Хариры приходят исключения разрешенности Арии того, что больше чем 5 восхов. То есть из хадиса Абу-Хариры понимается, что больше чем 5 восхов запрещено однозначно. Понятно? Видите? Они пришли к чему? Вот этим к трем категориям. Меньше чем 5 восхов, 5 восхов и больше чем 5 восхов. Говорит, Ария вообще разрешена хоть 100 восхов. Но потом мы увидели хадис Абу-Хариры, с которого понимается, что больше 5 восхов запрещено точно. Значит, говорит, мы ограничимся вот на этом запрете, а все, что меньше этого, а это 5 восхов или меньше чем 5 восхов, это мы уже разрешаем. Почему? Потому что пришло разрешение на Арию мутлакан, то есть неограниченным разрешением в некоторых из хадисов. Говорит. Видишь, Абу-Хариры, говорит, сомневался относительно 5, и, говорит, исключил то, фастах на льякан. Видишь, мы, говорит, остаемся на уверенности, что меньше чем 5 восхов точно разрешено, а что касается 5 восхов, в этом, говорит, есть сомнения, но мы все равно это разрешаем, говорят. Приверяется второе мнение. Почему? Потому что пришло общее неограниченное разрешение на Арию. Видишь, две аргументации понятны или нет? Две аргументации понятны. Смотри, произошло разогласие из-за чего? Из-за вот этих вот понятий. Мутлакут-Тахрим и мутлакут-Либаха и так далее. Общий запрет, общая разрешенность и исключение, которое приходит в некоторых хадисах. Говорит Ибн-Нукудама, А за нас, Ибн-Нукудама какого мнения придерживается? Придерживается мнение первого о том, что разрешено только если меньше чем 5 восхов. 5 восхов уже запрещено. За нас, говорит, То, что пророк запретил Музабана общим запретом. А Музабана это продажа свежих фиников за сухие. Говорит, потом разрешил относительно Ария в том, что меньше чем 5 восхов. А относительно 5 восхов разрешено это или нет? У нас сомнение. Сам передатчик сомневается. То есть это установлено? Разрешенность относительно 5 восхов? Где condone установленной или нет? В точном установлении? Нет. Как, говорит, можем это разрешить? То есть, говорит, Ария сама себе и исключительное разрешение. Сама по себе является исключительным разрешением. Мы можем пользоваться этими исключительными разрешениями только в тех рамках, в которых мы убеждены. Что касается того, в чем есть сомнения, то оно будет в основе запретного. Так или в основе возвращается к запретному? Остается на общем запрете, говорит. Поэтому мы не можем установить разрешенность этого, при том, что у нас продолжает оставаться в этом сомнение. Усвоили? Так. Культу говорит шейхамат и нахизам, ас-саваб ан-ну-ла-я-джуз, филхам сати аусу, лимазакару Ибнукудаму, Аллаху Адаму. Правильное мнение это то, что разрешено меньше чем 5 восков, ария, но в объеме 5 восков уже не разрешено. Из-за той аргументации, которую привел Ибнукудама. Что мы не можем на основании сомнения разрешить то, относительно чего мы не знаем. Пророк, собственно, если это разрешил из общего запрета или не разрешил. Усвоили? И к тому же здесь можете у себя подписать, что приходит хадис Джабира у имама Ахмада. Приходит хадис Джабира Ибн Абдиллах у имама Ахмада. В котором говорится, что пророк разрешил ал-арая, относительно одного воска, двух восков, трех восков и четырех восков. И не упомянул пяти восков. То есть, видишь, приходит сколько в одном из хадисов Джабира Ибн Абдиллах о том, что пророк, салалава у имама Ахмада, довел разрешенность Ария до четырех восков. А пяти восков не упоминается. Это говорит о том, что пять восков, то есть косвенный довод на то, что объем в пять восков тоже является неразрешенным шариатом. Теперь следующий вопрос. Продолжение следует...